Дарова всем ребятки, Кен, пока на проводе и прямо сегодня мы будем вместе с вами говорить про обновления. Я постараюсь вам не говорить всяких баянов, типа, ооо, обновились скрины, поэтому будет скоро обновление. Будем говорить строго и по фактам. Поэтому, пожалуйста, ставь лайк, подписывайся на мой канал, ну а мы начинаем. MyStandOff.ru Это топовые скины, моментальные выводы, крутые бонусы. Ссылка и промокод в описании. MyStandOff.ru Буквально 3 месяца назад начался первый сезон. Спустя 3 месяца каждый из вас уже получил голдпасс и прошел его до конца. Если вы еще его не прошли, то я просто не знаю, ну, ребят, времени было предостаточно. И, скорее всего, по истечении этого времени должны запустить второй сезон и второй голдпасс. То есть, учитывая то, что голдпасс уже все прошли, скоро его добавят на рынок и, возможно, добавят следующий голдпасс. Если все будет так, это будет очень круто и будет буквально в ближайшее время. Что же мне вообще натолкнулось снять подобное видео? Если вы это не видели, то вы потеряли очень многое. Потому что разработчики нам как будто говорят, скоро будет обновление, может, даже плеймаркет обновили. Скоро ждите новый сезон, новые обновления. Если вы до сих пор не поняли, что поменяли, то внимательно посмотрите на вот эти вот скриншоты. Первое, что я вижу, это у чувака татуировка. Посмотрите, с разной башкой. Возможно, добавят какую-либо кастомизацию персонажа. Это будет очень круто. Также, если вы обратите внимание на все эти скины. А вы обратите. Вы посмотрите, что как-то они выглядят, ну, прям, как-то сильно необычно. Такое ощущение, как будто движок приходит на новую версию и с этим будет новая графика. Если это так, то мы буквально в ближайшее время вместе с вами увидим новый графон, что не может, конечно, не радовать. Смотрим дальше. Тут мы, ребятки, ничего особенного не видим. В принципе, все как обычно. Дальше мы видим карту провинции. И самое интересное то, что почему-то определенный участок карты провинции заблюрили, то есть размыли задний фон. И мне очень интересно, зачем же они по бокам размытие не делали, а именно в центре сделали. Скорее всего, потому что именно эту часть провинции, вот я вам сейчас пальцем покажу, смотрите, вот именно эту часть провинции, скорее всего, ее как-то изменят. И я в этом почти уверен. На следующем фото мы, ребятки, видим вот это вот. Если вы играли в Майнкрафт, вы сразу поймете, о чем идет речь. А именно речь идет о шейдерах. То есть, возможно, мы сможем добавить в настройках графики детализацию шейдеров. То есть, у нас будет свет, у нас будет тень, у нас будут листочки. И, возможно, они даже будут двигаться. Я просто не представляю, насколько же все это будет круто. Вы даже посмотрите на руки персонажа. Ну, видно же, что все изменено. Видно же, что новый движок, новая графика. И это очень-очень круто. Только, ребята, мы нашли одну ошибочку. Посмотрите, добавили патроны. Ну, куда вы добавили патроны, если керамбит в руках? Камон. Также, помимо всего этого, хотелось бы сказать то, что на каждом скриншоте, ребятки, мы видим чувака из карты зоны 9. Это означает то, что очень скоро скины из голд пасса выйдут на рынок. Ну, как будто нам намекают, что ну вот прям скоро будут. Вот посмотрите, мы даже чуваков из зоны 9 добавили, чтобы вы поняли, что очень скоро все будет на рынке. И очень скоро выйдет пасс на рынок. Ребята, на этом скриншоте мы ничего интересного не видим. Просто хотел бы отметить один интересный факт. Постоянно на всех скриншотах у разработчиков фигурирует ник ProLegenda. Вот этот ник, постоянно. Вот можно посмотреть любые скриншоты разработчиков, постоянно там есть ProLegenda. Скорее всего, ProLegenda это самый настоящий главный разработчик. Я в этом не уверен, но я предполагаю, что не просто так. ProLegenda добавляют абсолютно на все скриншоты стендов 2. Ну, а на следующем скриншоте, ребятки, мы видим рынок. Конечно, мне очень обидно, потому что я ждал трейд, и я надеялся, что их добавят. Но, на самом деле, никакой отсылки к трейдам вообще нету. То есть, скорее всего, трейда не будет. Увы и ах. Зато мы видим Kerambit Gold. Мех, кстати, 2. Ради чего же я снял все это видео? Давайте вам покажу самое-самое главное. Так. Ну что же, надеюсь, вы уже нашли. Если вы не нашли, то я вам покажу. Это, ребята, надпись клановой битвы. То есть, в игре их еще нету. Но в плеймаркете они уже есть. И это означает, что обновление должно выйти очень-очень скоро. Но, согласитесь, это было бы глупо. Добавить клановые воины, которых нету в игре, и еще ждать полгода. Скорее всего, ребятки, в ближайшее время будут клановые воины. Поэтому, ой, как сильно я их жду. И да, кстати, если вы хотели бы сыграть клановые воины против клана киборгов, то напишите об этом в комментариях. Ребят, я просто испытываю такую Испанию. Посмотрите внимательно на вот это. Как можно было добавить скриншоты и так коряво их обрезать? То ли я чего-то не понимаю, то ли это просто реально коряво обрезано в игре. Блин, 50 миллионов скачиваний. Ну, как так можно? Посмотрите дальше сюда. Вот тоже, тоже, смотрите, коряво обрезано. Ну, а вот тут вроде бы все нормально. Да, вот тут на этом скриншоте все нормально. Пожалуйста, разработчики, пересмотрите эти нюансы. Ну что же, давайте подведем небольшой итог. Разработчики добавили скриншоты тех вещей, которых еще нету в игре. Значит, делаем вывод, что в ближайшее время, скорее всего, будет обновление. И я очень сильно его жду. Если вы тоже его ждете, то хэштег Обновление выходи. Пиши прямо сейчас мне в комментарии. Ну, в принципе, ребятки, на этом все. Обязательно поставьте лайк, если вы ждете обновления. Также подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кент, а пока. Всем удачи и всем пока.